МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В четверг на календаре, чем запомнится этот день в Украине и мире, расскажем прямо сейчас. Судья Сланьян, Сафеда Увеля. Здравствуйте. Начинаем. День больших пресс-конференций, о чем говорили. Янукович в Киеве, Путин в Москве. Объятие двух майданов на нейтральной территории. Как это было? 30 лет в заперти мать держала родного сына в черкасской глубинке. Для чего раздевались одесситки? Ради рекламы обуви или ради поддержки? Нет прошлого и, скорее всего, не будет будущего. Ему 37, нигде не учился, ни с кем не дружил. Он вообще ни для кого не существовал, кроме матери. Что она с ним сделала? Подробнее Станислав Кухарчук. История, которая произошла в обычном черкасском переулке, могла бы стать сценарием для психологического триллера, где в главных ролях садист и его заложник. Вот в этом доме живет женщина, которая фактически 30 лет не выпускала собственного сына за пределы двора. За эти годы уже зрелый мужчина стал абсолютно асоциальным. Соседи о происходящем знали, но старались не вмешиваться. Рассказывают, время от времени Наталья Драевская выпускала сына во двор. Иногда на улицу. Парень никогда не учился, и у него не было друзей. Роман, так зовут сына Натальи, не показывался на улице с лета. Соседи заподозрили неладное и решили проверить, все ли с парнем в порядке. Попасть во двор удалось лишь после приезда представителей муниципальной инспекции и участкового. После долгих уговоров показать сына, женщина пустила к Роману. 37-летний мужчина с признаками дистрофии, гнилыми зубами и грязным лицом. В маленькой комнатушке, где он живет, старый топчан, буржуйка, место туалета, ведро. В доме ни воды, ни электричества. Почему держит сына в заперти, женщина объяснить не смогла. На месте инспектор решает, Романа следует изолировать от такой заботы. С таким психолог Владимир Осечнюк еще не сталкивался. Он несколько раз просматривает видео с Романом. Говорит, разлука с матерью может убить его. В муниципальной инспекции хотят проконсультироваться с врачами. Стоит ли забирать Романа у матери? Или все же оставить дома? Пока поставят на учет. О его существовании не знали даже соцслужбы. Станислав Кухачук, Павел Тимошенко. Подробности. Телеканал Интер. Черкассы. Майдан Незалежности ограждается колючей проволокой. И празднуют День Святого Николая. Майдан в Мариинском парке готовится к Олимпийским играм. Сводки с двух Майданов у Сергея Ружицкого. Палаточный городок в Мариинском парке. Сегодня здесь в гостях Святой Николай. Пришел с Евромайдана. Вместе с митингующими исполняет гимн и раздают презенты. Ажиотаж еще тот. Под главной сценой людей от усталости спасают концертом. Выступают любительские коллективы. Народ пляшет. А в это время в пресс-центре его открыли утром. Вовсю трудится Олимпийский оргкомитет. Сторонники партии региона вызвались провести новогоднюю Олимпиаду. Соперничать будут с Евромайданом. Мы хотим сыграть в футбол. Предлагаем перетяжка канатов, армсерестлинг и еще закончить все это КВН. Завтра делегация переговорщиков отправится на Майдан на залежности. Обсудить детали будущих состязаний. Обычных баррикадов Евромайдана уже мало. С сегодняшнего дня территорию начали обносить вот такой железной сеткой. Сверху колючая проволока. Активисты планируют, что за ближайшие дни таким ограждением обнесут всю территорию Евромайдана. А на кухне изобрели новую марку чая. Подходим разбираем чай. Горячий чай принцессы Майдану. Но в день святого Николая на первом месте традиции и сладости от волонтеров первыми получают детвора. Потом те, кто по долгу службы не может покинуть пост. Стилизированные коржи выпекали в западных регионах Украины. К каждой плюшке приложили поздравительную записку. Тримайтесь до перемоги. Мы с вами думками каждую хвилину. Слава Украине! Сергей Ружицкий, Павел Исенко. Подробности телеканал Интер. Мои коллеги сейчас следят за ситуацией в обоих палаточных городках. Мы покажем вам, что там происходит прямо сейчас. На Крещатике им нажмут. Инна, добрый вечер. Майдан до сих пор отмечает День Святого Николая. Да, Настя, Майдан активно отмечает День Святого Николая. Люди улыбаются, дали друг другу подарки. На сцене постоянно сменяются музыкальные коллективы. Но бытовые проблемы, безусловно, никто не отменял. Пока с едой и с дровами проблем нет. А вот с вывозом мусора последние два дня беда. И вот, что нам рассказал комендант в штабе, который расположен в Доме профсоюзов. И вот какую тему сегодня здесь активно обсуждают. В социальных сетях бизнесмен из Краснодара разместил информацию, что собирает экстрим-тур в Киев на Майдан. Однодневный, стоит около 3000 гривен. Обещают, что покажут здесь все прелести майданной жизни, а вот кормить не будут. Мы спросили активистов, как они к этому относятся. Говорят, что без никаких проблем могут приезжать к ним кто угодно. Они покажут, расскажут и накормят. И вот сегодня мы увидели, как Майдан может мобилизоваться буквально за секунду. В одночасье все мужчины побежали к баррикаде, которая расположена на Институтской. Оказывается, с Институтской подошли активисты из палаточного городка, который в Мариинском парке. Люди, признаться, напряглись, думали, что с той стороны будут какие-то провокации. Но оттуда начали передавать картонные коробки с конфетами. Что все это значит, расскажет мой коллега Миша Колесников. Спасибо. И нажмут с вечернего Майдана. А вот как отмечают праздник Святого Николая в Мариинском парке? Отмечают ли вообще Михаил Колесников? Он с нами на связи. Миша, две наши телевизионные группы сегодня встретились на Банковой. Как это свидание на Эльбе людей с двух Майданов прошло на нейтральной территории? Здравствуйте, Настя. Митингующие уже вернулись в Мариинский парк, а готовятся к этой акции. Они начали несколько часов назад. Большая колонна выстроилась возле штаба и пошла к улице Институтской. С собой несли флаги и подарочные упаковки с конфетами от Святого Николая, предназначенные для евромайдановцев. Правда, запланированная встреча на Банковой двух Майданов не состоялась. И участники шествия решили спуститься прямо к баррикадам. Вначале это встревожило охрану Майдана, но потом все же получились дружеские объятия. Вот так это было. Подойдите кто-то, чтобы вы могли передать наш импульс любви и тепла, частицу нашего тепла. Обнять кого-то из нас, из вас, чтобы это тепло пошло дальше в ряды. Мы Украинцы! Мы Украинцы! Сырьки, дайки, дайки! В принципе, все прошло достаточно мирно. И вот после всех этих обнимашек, сине-белые тем же путем вернулись в свой лагерь. Сейчас в Мариинском парке еще раздают еду всем желающим, ну а многие уже легли спать. Вот это все. Студия. Спасибо за объединительное наблюдение. Это был Михаил Колесников из Мариинского парка. Высокопоставленные чиновники Таджикистана ездят на угнанных в Германии машинах. Немецкие полицейские с помощью спутниковой системы слежения обнаружили 200 автомобилей класса люкс в гаражах людей, связанных с семьей президента Эммали Рахмона. А в самой Германии разгорелся другой автоскандал с канцлером. Подробнее Татьяна Лугунова из Берлина. У водителя Ангелы Меркель неприятности. И все из-за аварии, которая произошла на выходных. Шофер вез канцлера на бронированный Ауди А8 в Берлине. На автобане на высокой скорости зацепил ехавшую рядом машину. Столкновение было незначительным. Пассажиры не пострадали, а машины отделались разбитыми зеркалами заднего вида. Но позже журналисты выяснили детали ДТП. После столкновения водитель Меркель, как ни в чем не бывало, продолжил путь. Остановку он сделал только на заправке. Там канцлер пересел в другую машину, а шофер остался ждать полицию. Иными словами, он грубо нарушил правила, уехав с места аварии. Как быть, ломают головы юристы. Любого другого наказали бы, но для водителя Меркель, скорее всего, сделают исключение. В машине сидела канцлера, а ее безопасность превыше всего. Мол, водитель должен был убедиться, что это случайное столкновение, а не покушение. Сама Ангела Меркель инцидент не комментирует. А вот водитель машины, которая столкнулась с лимузином канцлера, рассказал журналистам, за ремонт его Ситроена мастерская денег не взяла. Сфотографировали авто и разместили у себя на сайте в качестве рекламы. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Подарки от Святого Николая и хоровод с президентом. Такой сюрприз сегодня для малышей детского дома Любыстых в селе Новое Петровце, Киевской области. Там был президент, его встретили песнями, а в подарок получили мультимедийное оборудование. Вы забываете, что я поручил? Не забываю. Вы забываете? Нет, нет. Я так вот за вас не забываю. Спасибо. Ну а после детского дома Виктор Янукович час и 45 минут общался с журналистами, отвечал на их вопросы о внутренней и внешней политике. Мы сейчас покажем вам наиболее важные с нашей точки зрения ответы президента. Вот почему Киев взял паузу в евроинтеграции. Мы сделали эту паузу для того, чтобы найти ответ, почему стало так, что громадственность и особенность объединения товаровников, которых торкнется эта угода, они не знали никаких умов. Люди не были обозначены этой угодой. И вот когда мы с вами побачим, что нас такие умовы влаштовывают, и нам все выгодно, и мы тут захищаем наши национальные интересы, безумовно, решение будет принято позитивным. А вот что Виктор Янукович рассказал о партнерских отношениях с Россией и о ГАЗе в частности. Мы не хотим в наших отношениях с нашими партнерами строить отношения, там, ты умный, я дурак. Или наоборот. Понимаете? Всегда это предмет договоренности. Всегда каждое государство защищает свои национальные интересы. И всегда это компромисс. Если сегодня Россия сократила поставки газа на Украину, Россия это выгодно или нет? Невыгодно. Мы говорим, вы хотите увеличить объемы поставок газа? Хотим. Снижайте цену, мы начнем увеличивать. Вот вам и компромисс. Понимаете? Как должна разрешиться ситуация после событий на Евромайдане о провокациях и о справедливости? Виктор Янукович считает таким образом. Завтра будет там черговый круглый стул. Первый президент Украины Леонид Макарович Кровчук будет завтра его проводить. Там будут соответствующие подведения, подсумки. Что за этот час сталося, фактически за неделю? Что произошло? Я считаю, что генеральный прокурор должен прозвитовать. Краще, если бы это было, что на парламентских слушаниях, что можно на круглом столе. Если бы вывести мову про амнистию, про которую мы говорили на минулом столе. Так же нужно сделать рабочую группу, отработать этот законопроект. И сделать этот документ так, который был правильным по отношению к тех людей, которые на эмоциях что-то сделали. Но ни в каком разе, ни в каком разе, это не должно избавиться тех, кто провокировал все это. Тих, кто в грубой форме порушил наши украинские законы. Ну и на вопрос о буроках Майдана президент ответил так. Ну я верю в то, что украинский народ будет всегда мудрее любых политиков. На нашу долю выпадает испытание, Господь Бог дает. И очень важно, чтобы мы их проходили достойно. И чтобы из любых ситуаций выходили сильнее. Договорились президенты и европейские гости Виктори Януковичи с докладчиками мониторингового комитета парламентской ассамблеи Совета Европы. Майлис Репс и Мариэта де Пурбелундин. Сегодня говорили о сотрудничестве и не только. Не ограничились внешней политикой, обсудили и внутреннюю. Эротический календарь с политическим подтекстом. В Одессе скандал, кто автор и кто заказчик идеи, выяснял наш корреспондент Андрей Анастасов. Изначально макет эротического календаря с анонимного электронного адреса пришел на почту сразу нескольких интернет-изданий. И так, пост за перепостом распространился по всей сети. На страницах полуобнаженные модели демонстрируют верность Евромайдану и страстные признания в адрес неких Арсения, Виталия, Олега и Юрия. Заведите меня в Европу. Скорее снимите с меня мораторий. Олег, с вами жарко даже на Майдане. Беру беркут на себя. В Одессе сразу разразился скандал. Оказалось, девушки ни сном, ни духом не знали, что фотографии будут использоваться в политической, тем более такой пикантной агитации. Изначально модели были уверены, что рекламируют новую коллекцию обуви. На камеру, впрочем, они этого не говорят. Мол, обижены и хотят забыть все, как страшный сон. Говорить согласился только фотограф. И то по телефону. Фотографии модельному агентству действительно заказывала сеть обувных магазинов. Руководство от комментариев отказывается. Журналисты предполагают, возможно, на волне повышенного интереса к Майдану коммерсанты хотели сделать креативную рекламу. Но просто-напросто перестарались. Теперь вопрос, как загладить вину перед обманутыми девушками. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер Одесса. Сегодня в Москве Владимир Путин 4 часа общался с журналистами. Его пресс-секретарь заявил, что для Путина неудобных вопросов не бывает. Какие же все-таки были вопросы и какие на них ответы? Подробнее Лариса Задорожная из Москвы. 1300 журналистов со всего мира. Многие приходят не с пустыми руками. Кто-то с национальными флагами, а кто-то даже с игрушками. Это один из способов привлечь внимание президента и задать ему вопрос. Украинская тема так или иначе беспокоит всех. Путину пришлось несколько раз отвечать на вопрос об Украине. Вот самый яркий. Хотите жить, как в Париже? Хотим. Давайте подписывать. Ну, давайте... А кто бы сказал, давайте почитаем. Вы читали, что там написано? Нет. Никто же нифига не читает. Ну, вы хоть читать-то умеете. Посмотрите, что там написано. Рынки открыть, денег нет. Нормы и торговые, и технические регламенты ввести европейские. Ну, значит, что? Промышленность надо закрыть. А вот и мотивы решения помочь Украине. Мы должны поступить как близкие родственники и поддержать украинский народ в этой сложной ситуации. Мы реально понимаем, что есть сложности с платежеспособностью. Так зачем же добивать своего основного партнера, если кто-то говорит, что вот у украинского народа украли европейскую мечту? Ну, во-первых, мы к этому не имеем никакого отношения. Это выбор самого украинского народа и легитимных властей. Вступать в какой-то союз или не вступать. Подписывать какие-то документы или не подписывать. Я об этом сказал много раз. Президент Путин раскрывает рабочие моменты предоставления кредита. Деньги из Российского фонда национального благосостояния под 5%. Ценные бумаги будут размещены на ирландской бирже по требованию украинской стороны взаимоотношения по английскому праву. Относительно цены на газ российский президент заглядывает в будущее. Мы рассчитываем на то, что нам удастся найти какие-то решения долгосрочного характера, которые позволят и сохранить эту цену, и позволят нам совместно работать более глубоко друг с другом. Если Украина – инфоповод номер один, то Соединенные Штаты номер два. Тут и Сноуден, и отношение к Бараку Обаме. Как я отношусь к Обаме после разоблачения Сноудена, да? Я ему завидую. Завидую, потому что он может это сделать, и ему за это ничего не будет. Но особенно радоваться там, конечно, нечему. С другой стороны, и расстраиваются тоже нет большого повода. Во-первых, это всегда было. Шпионаж – одна из древнейших профессий, наряду с некоторыми другими. И сегодня же из-за Владимира Путина прозвучала сенсация. Он помилует Михаила Ходорковского, бывшего владельца нефтяной компании «ЮКОС». Михаил Борисович должен был в соответствии с законом написать соответствующую бумагу, когда тайство помиловало. Он этого не делал. Но совсем недавно он написал такую бумагу. И обратился ко мне с ходатайством. Прошением мы помилованы. Он ссылается на обстоятельства гуманитарного характера. У него больна мать. И я считаю, что, имея в виду все эти обстоятельства, можно принять решение соответствующее. И в ближайшее время будет подписан указ о его помиловании. Задавали Путину личные вопросы о зарплате. Мне, говорит, хватает. А преемники дают понять, что об этом еще спрашивать очень рано. О пожизненном президентстве менять конституцию не нужно, заявляет Путин. Лариса Создорожна, Олег Неведомский. Подробности российское бюро телеканала Интер. Контрабандная солярка на плодородном черноземе. Кто продавал оружие не тем, кому нужно? Эти не только новые подробности дня. Смотрите. Реки контрабандной солярки на плодородных землях на границе с Россией. Линчевали на месте. Таксисты растерзали демонстранты в Египте. Антиконтрабандный бунт. Люди самостоятельно разрушили три нелегальных нефтепровода. Работали всю ночь. Детали у Руслана Мищенко. Житель Краснопартизанская Сергей показывает свое лицо, отказывается. Говорит, контрабандисты в его маленьком городке влиятельные люди. Мы собрались коллективом всем. То есть, ну, кто, как говорится, хочет добиться, чтобы не было этого контрабандного, этого потока. Почему? Потому что, ну, он портит экологию. Жители поддержали несколько общественных экологических организаций. Помогли людям нанять экскаваторы. С их помощью ночью уничтожили почти 10 километров пластиковых труб, проложенных из России на украинскую территорию. Какие работы они здесь проводят? Да без понятия. Вот приехали узнать. Выпейте, пожалуйста, с машины переговорить с вами. На поле, где проложены трубы, приехала милиция и сотрудники ГАИ. У водителей проверили документы. Нарушений не нашли. А уже утром к разрытым траншеям примчался и хозяин здешних угодий. Депутат горсовета. Если бы вы выкопали землю по сторонам, ты жрать его уже этот хлеб. Жрать его. С нефтью. Причем здесь нефтью? Вот теперь будешь с нефтью жрать. Что ж вы делаете? Вы рубите сук, на котором сидите. Вы землю, вот ты топчешься по ней, по этой зимой. Подтянулись на поле и чиновники. Утверждают, с контрабандой солярки в городе борются постоянно. Но идею жителей о самостоятельном демонтаже не поддерживает. Мол, ненародное это дело. Недавно здесь изымали это самое. Службы, трубы вытаскивали. По депутатской заявке. Сейчас фермер написал заявление в милицию о нанесении ущерба плодородному слою на его участке. А жители, в свою очередь, на фермера. Именно его люди подозревают в контрабанде дистоплива. Милиция и Миндоходов уже проводят свои проверки. Руслан Неченко, Виталий Ромас. Подробности. Телеканал Интер. Луганская область. Народные депутаты начали работать сегодня лишь под вечер. А работы немало. Госбюджет на будущий год и еще законопроекты. Что успели? Ирина Баглай. С пылу с жару ближе к новогодним праздникам народные депутаты получили вот такой подарок. Госбюджет на 2014 год. Проект 400 страниц. Есть чем зачитаться. Правда, положить подарок некуда. Традиционно на этом месте, в кулуарах, всегда устанавливали новогоднюю елку. Сегодня место пусто. На Святого Николая нам вот только что подарили бюджет. Сейчас мы должны буквально за несколько минут прочитать, проанализировать и проголосовать. В зале зарегистрировалось 248 депутатов. Для принятия законов достаточно. Но работу отложили на вечер. Кто на комитет проект изучать, а единицы, кто успел с ним ознакомиться ночью, по кулуарам дискутировать. Не складные подрахунки показывают, что цифра бюджетной дирки сягает 100 миллиардов гривен. Говорить о дыре в 100 миллиардов гривен в этом бюджете нет никаких оснований. Тем временем лидеры фракции на переговорах. Оппозиция уступила в блокировании, но выставила условия. Сначала освободить активистов Майдана от уголовной ответственности и вести мораторий на их задержание. А потом уж дела бюджетные. И то лишь презентация. После очередного раунда переговоров под конец рабочего дня закон приняли. Под конец рабочего дня в рядах фракции партии региона в потере. Минус еще один нардеп. Супруг экс-регионалки Инны Богословской, не так давно покинувшей фракцию. Но соратники о потере голоса не сожалеют. Как оказалось, у союзных коммунистов немало замечаний к бюджету 2014 года. Их не устраивает уровень соц.стандартов. Тем не менее, о финансах 2014 года до конца 2013 депутаты уже говорить не будут. Госбюджет рассмотрят после новогодних каникул. А завтра в парламенте ждут генерального прокурора. Тема все та же. Беспорядки на Майдане. Ирина Баглай, Валентина Левицкая, Кирилл Евсеев, Вадим Сверидонов, Гадим Ревун. Подробности телеканал Интер. В Брюсселе буквально несколько часов назад начался саммит ЕС. Главы Евросоюза обсуждают проблемы насущные. Заявляли, что им нет дела до Украины. Но тем не менее, оказалось, что дело все-таки есть. Почему? Знает София Градиенко из Брюсселя. На московский воеж Виктор Янукович Европа отреагировала сдержанно. Президент Европарламента, например, сегодня сказал, что несмотря на дотации России, все предложения Брюсселя остаются в силе. Эти финансы помогут им в следующем году. Но в долгосрочной перспективе выбор очевиден. Это Европа. Дверь должна быть открытой. Мы готовы к диалогу. Оказывается, Европа тоже не против помочь Украине материально. По информации издания Financial Times, ЕС был готов предоставить Киеву помощь в 20 миллиардов евро. В Еврокомиссии такое намерение подтвердили. Правда, с оговорками. То, что у нас есть для Украины, это желание и потенциал воплотить в жизнь все имплементированные пункты ассоциации. И мы были готовы оказать финансовую поддержку. Это уже было запланировано. Просто помощь выплатили бы не единоразово, а шаг за шагом. И наши украинские партнеры все знали. Это не секрет. Кстати, согласись, украинская сторона подписать соглашение, это можно было бы сделать даже на сегодняшнем саммите. Ведь большинство глав государств ЕС в эти два дня здесь в сборе. Просто в график между вопросами безопасности и финансирования несли бы еще один пункт. Восточное партнерство и Украина. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности. Телеканал Интер. Брюссель. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает Виктора Януковича демократически избранным президентом, который имеет право принимать решения без какого-либо давления. По словам Сикорского, нет формальностей, которые бы не позволили Украине подписать соглашение об ассоциации с Европой. Компенсировать расходы за лечение и разбитую технику Верховной Ради Украины хотят помочь журналистам, которые пострадали от Беркута. Так ли это просто, узнавал Ярослав Кречко. Только потом коллеги узнают. Человек, которого избивают на этих кадрах, фотокор Александр Перевозник. У меня в одной руке была камера, фотокамера, в другой у меня было удостоверение. Я крикнул пресса, и они начали просто бить. Без объяснения, с криками там, ах, пресса, ну держи. Александру на днях сняли швы. Лечение ему обошлось в несколько тысяч гривен. Депутаты предлагают выплатить компенсации всем работникам масс-медиа, пострадавшим во время событий на Майдане и на Банковой. Сумму должна определить специальная комиссия, которую рекомендует создать кабинет у министров. Законопроект в Раду внесла оппозиция. Проголосуют ли за него регионалы и коммунисты? Если бюджет должен отшкодить, то бюджет должен отшкодить и государственным службовцам, и государственным людям, людям в погонах. Если кому-то нанесен ущерб его здоровью, он может это все оспорить в судебном порядке и получить компенсацию. Проблема только в том, что журналисту нужно будет пойти в суд, доказать, что есть ответственное лицо, которое должно возместить ему. В тот день у ног Валерии взорвалась шумовая граната. Она, как и многие другие, написала заявление в прокуратуру и уже ходила на допрос. Я хотела, чтобы покрала винных, если не те, кто отдавал наказ таким чином, розвинять людей, а хотя бы виконавцев. Как раз давлением на прокуратуру считает инициативу с компенсацией еще один пострадавший журналист, поляк Павел Пеньонжик. В Польше говорит, такие вопросы даже не обсуждаются. Было такой случай, что постраждало больше 40 журналистов в одном месте. Но, если есть такая важная события, что станет, что есть трагедия, то они помогают. Компенсация должна ложиться не на госбюджет, не на учителей, не на врачей, чтобы они выплачивали эти суммы. А непосредственно из зарплаты тех беркутовцев, кто били, кто разбивали. Теперь остается ждать, как проголосуют законопроект. А еще интереснее услышат дебаты по этому поводу. Ярослав Кречко, Валентина Левицкая и Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. В Египте демонстранты линчевали водителя такси. В Румынии раскрыли сговор медиков и полицейских с грабовщиками. А в Ватикане попытка самосожжения. Это и не только в нашем обзоре. Публичное самосожжение в Ватикане на площади Святого Петра. 51-летний итальянец облился горючим и поджег себя. Пока неизвестно ни кто он, ни мотива поступка. Мужчину удалось спасти. Вовремя отвезли в больницу. Картина Пикассо всего за 100 евро. Человек в цилиндре кисти испанского гения стоит как минимум в 10 тысяч раз дороже. Счастливым обладателем стал 25-летний американец. Он выиграл благотворительной интернет-лотереей Сотбис. Полотно могло достаться любому из 50 тысяч соревнующихся. Каждый за участие заплатил по 100 евро. Собранные деньги пойдут на создание Центра прикладного искусства в Ливане. К слову, в рекламной кампании аукциона участвовал и внук художника Оливье Пикассо. Зеркало смеется в ответ. В университете Токио создали позитивное зеркало. В нем расстроенный человек увидит себя улыбающимся. Это компьютеризированный прибор с монитором и встроенной камерой. Программа меняет выражение лица и создает на нем улыбку. Самосуд в Египте. Сторонники свергнутого президента Мухаммеда Мурси линчевали таксиста. Демонстранты не пропускали машину и водитель въехал в толпу, сбив женщину. Ее в критическом состоянии отвезли в больницу. А с таксистом расправились на месте. Ему перерезали горло и сожгли автомобиль. Сговор с гробовщиками. В Румынии 26 полицейских и медиков обвинили во взяточничестве. Все они передавали похоронному бюро информацию о только что умерших и погибших людях. Вплоть до контактов родственников. Гробовщики щедро платили своим информаторам почти 240 долларов за случай. Иногда врачи передавали данные людей, которые еще были живы, но находились в тяжелом состоянии. Госсекретарь США Джон Керри жалеет об обстоятельствах ареста индийского дипломата в Нью-Йорке. Об этом он сказал советнику по нацбезопасности Индии. В ответ на замечания о унизительном и варварском поведении. Заместителя генконсула Девияни Хабрагаде арестовали по обвинению в мошенничестве с визами и обмане служанки. Одели наручники, обыскали и посадили в камеру с наркоманами. Женщине грозит 15 лет тюрьмы. Из-за коррупционного скандала подал в отставку губернатор Токио. Наоки и Носе обвиняют в получении полмиллиона долларов от владельца сети медицинских клиник. По японскому законодательству политикам запрещено принимать деньги от частных предпринимателей на избирательную кампанию. Губернатор уверял, брал в долг и на частные нужды, но не дожидаясь выводов специальной комиссии, заявил о своей отставке. В психбольницу отправили сурдопереводчика похорон Манделлы. Его обвинили в непрофессионализме и издевательстве на панихиде по лидеру ЮАР. Сам Санг Джан-Джия показал несуществующие, выдуманные жесты. Сам он объяснил свое выступление приступом шизофрении. Теперь это заявление проверяют специалисты. Ранее Джан-Джию подозревали в изнасиловании и убийстве. В Израиле скандал. Афганским талибам пытались продать огромную партию оружия. Кто в этом замешан, знает Сергей Услендер. Он передает из Тель-Авива. Четверть века проведет в тюрьме израильский гражданин Адет Орбах. Американской Фемиде удалось доказать, что он пытался продать движению «Талибан» большую партию оружия, в которой, среди прочего, были и зенитно-ракетные комплексы. Это гроза для вертолетов НАТО в Афганистане. В частности, такой ракетой сбили машину с бойцами элитного спецподразделения «Морские котики», которые незадолго до трагедии ликвидировали террориста номер один Усаму Бенладен. Но надо отметить, что в последнее время израильские граждане вообще очень часто становятся фигурантами скандалов с незаконной торговлей оружием. Израильские граждане, но также российские граждане Инга и Дамак тоже торговал оружием. И в этой торговле оружием Анголы, ему помогал никто другой, как сын бывшего президента Франции. Так что, я скажу, что это почетное занятие, но очень многие пытаются на этом нагреть руки. Не секрет, что торговля оружием – дело чрезвычайно выгодное. Один только маленький Израиль продает его в год на 7 миллиардов долларов. Опять же, не секрет, что в Восточной Европе еще с советских времен накоплено огромное количество техники боеприпасов. И на все это добро есть устойчивый спрос со стороны разных террористических группировок. А спрос, как известно, рождает предложение. По всему миру находится немало, если можно так выразиться, бизнесменов, желающих в этом деле поучаствовать. Израиль просто не является исключением. Опять же, известно, что во время, например, Ирана и Иракской войны, еврейское государство продавало оружие, в частности, противотанковые ракеты, своему злейшему врагу Ирану. Просто потому, что Израилю на тот момент это было выгодно. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканал «Интер». Таким был четверг. Я, Анастасия Даугли, благодарю вас за внимание и прощаюсь до завтра. Ровно в 8 вечера мы расскажем все самое интересное за Новый день. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова